Поэтому, в общем-то, ну не стоит так уж удивляться, что дошел до нас только один центр слова. Но представьте, в каком положении оказываются грамотные собиратели, подлинные энтузиазмы русской литературы и русской истории, современники власти А. Пушкина. У них есть такие данные, которые нам и не снились. У них есть мозги, у них есть литературный талант. Есть так, что у них нет литературного языка. Он, конечно, не совсем, чтобы только при Пушкине родился, но написать своими словами вот что-то такое совершенно невозможно. А архаику создать более-менее возможно. Причем мы понимаем, что есть некоторые формы изменения для филологов очевидные сейчас, но не очевидные тогда. Это означает, что вообще на каждом фальсификаторе лежит печать его времени. Многие фальшивки в искусстве, например, в живописи, в скульптуре того же 18 века, сейчас на них без смеха смотреть нельзя. А тогда это было серьезно. Тогда даже лучшие знатоки не могли определить, потому что мы не обладали нынешними знаниями его в искусстве. В частности, знаниями, которые нарастила наука филология. Сравнительная филология, это поточнее многих биологических дисциплин, которые приближаются к точным наукам. Да, они не могли знать, как это делать. Они могли, противникатор, энтузиасты 18 века, могли многое чувствовать инфинктиву. Они живут вот этим тренером русским языком. Он для них более естественен, чем придворный язык времен Екатерины II, и чем их помещичьи или офицерские трехэтажные загибы в общении с окрестным населением, будь оно придворным или крестьянским, или солдатским. Поэтому многие вещи, недоступные науке, у них решались автоматически. Можно сказать, что это были как бы повторные современники древних хронистов. Но, даже если и так, то мы можем говорить разве что о том, что из разных фрагментов гармонично смонтировались тот вариант слова, который мы знаем, и который Мусин-Кушкин победил очень немногим. Но, тем не менее, в спорах об Эмеле был принят такой тезис. А давайте считать, действительно, Эммера никогда не было, но кто-то же должен был написать Чинькиаду и Анисею. Давайте считать, что их написал другой древний хрон. А как даже его в том, чтобы назвать? Давайте считать, что его назвали. Вот точно так же и со словом можно сказать. Вне зависимости от того, является ли это фотомонтажом или нет, но это не фотошок. Это не созданные из головы вещи. Скорее всего, они либо в целостном виде, либо смонтированы из нескольких очень близких источников. Может быть, из разных версий. Одного и положено. Вот будет здорово, если окажется, что те, кто думал, что подделывает, на самом деле, создавали правду. Просто в то время не было возможности опознать, что это разные языки. Но это действительно источник XII века. Вот. Этап вопрос о подлинности мы, пожалуй, прошли. Хотя и не бесплатили. Да, но почему слово никто не знал все это время? Почему оно впервые всплывает, цитаты из него? Только в задонщине. Причем в корявом косылавом виде. Автор задонщины Дезона был выдающимся литературным талантом, а не только политическим деятелем. Хотя это явная география задонщина. Но это, знаете, это все-таки не тот класс ездил на пороселке, который подминистрировал автор слова. Но давайте еще раз подумаем, а точно ли нигде они не встречаются? Цитаты из слова Павку Игоря. Тут мы с удивлением обнаружим, что скрытые, короткие цитаты из него, но уж больно характерные. Мне в этом предыдущем это просто. Опять, без ссылок на первоисточник, даже без стремлений, пожалуй, с явной опаской. Продемонстрирует большее знание. Многие из нас знают древнерусские иллюстрации, вот эти миниатюры. Не однако их издают. Ну, на самом деле, они не такие уж древнерусские. Все это. Не все, но почти все. Во всем случае, больше половины. Это Кенигсбергская, она же Радзибиловская литвусь. 15 века дошедший до нас экземпляр. Однако же, несомненно, что не только текст, но и иллюстрации копируют предшествующие, так сказать, издания. Ну, безусловно, средневековый миниатюрист не фотограф. Поэтому многие вещи он, по своему разумению, изменял. Многие вещи просто изменялись сами собой при копировании. Некоторые вещи он уже не понимал, что там изображено, и домысливал, и историровал. Однако, если посмотреть на те прагменты, которые уже говорили о походе Игоря, то мы с удивлением обнаружим, что для этой экземпляции, к слову, ополнил Игорева. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Остальные не поймут, и слава Богу. А, ну, а почему так? Кстати, а в каком виде была найдена рукопись, слава Богу? Игорь Михайлович. Ну, давайте поверим Мусину Пушкину. Собственно, почему бы его версия была у нас нет. Мусин Пушкин рассказывал, что он эту летопись получил в таком виде переплетенный том уже на бумаге. Почерком, как ему казалось, 15-го века, а сейчас мы понимаем, что 16-го века. Ну, тоже Бисковская Россия. И слово о полку – это, видите, все выщетные странички, оно очень небольшое. Было вшито в середину. А вокруг были скучные, правильные, разрешенные вещи, идеологически выверенные, а также то, что было для оживляжа. Девгениево деяние – это перевод византийского трактата о геройствах Девгения Акрита. Это, можно сказать, приключенческий роман. В русском переводе он приобрел некоторую назидательную тональность, но первоначально такого не было. Однако он тоже разрешен. Хотя и не очень рекомендуем, потому что «Уж больно» – это развлекательное чтение, а должна быть выполнительная. Да, ну, признаем, что переписчикам, хранителям и приводителям цитат таки было чего опасаться. Что там эти «Стребожьи внуки», что там «Время пусова», что там «Дело обида». Слово о полку буквально насыщено языческой идеологией, языческими представлениями. Поэтому оно настолько уникало. Мы, пожалуй, можем предположить не только то, как человек говорил, но и как и что грамотный, свободномыслящий человек тех времен думал, во всем случае, когда он работал над художественным произведением. Ну, то, что те или иные формы, хоть дружинного аэбаса, хоть другого, в то время существовали, сомнений нет ни у кого. Но нам известны в лучшем случае их сюжеты, их исполнения. Опять-таки, небольшой такой момент. Если кто-нибудь думает, что былины отражают древние запись, то это неправо. Былин старше 18 века не существует. И, скорее всего, как явления, они, ну, лет на полтораста максимум старше, чем как запись. Это довольно молодой, это новый жанр. Но, жанр новый, а сюжеты старые. И в некоторых случаях к сюжетам приклеиваются вот такие закостенелые, кажущиеся архаичными, но тем особо ценные обороты, позволяющие углубиться еще на несколько веков. Однако, вот тут мы снова видим ситуацию. Сюжеты как-то сохраняются, а записывает уже другое поколение в другой форме и с другим видением всего этого. Ну, освоить, так сказать, нельзя. Даже если его видение и относится ко временам языческим, которые от автора были отодвинуты, пусть на немного веков, но на века. То это все же представление ранне-средневековой и домонгольской Руси. Других таких мы и не знаем. Откуда же они взялись? Почему они настолько языческие? И почему, когда они все-таки совмещаются с христианскими чувствами, с христианскими призывами, с христианскими формулировками, цитатами, они это делают настолько гармонично? Это, кстати, довод против того, что слово «волку», если бы оно могло быть создано, оно могло появиться во время задонщины или несколько позже. Нет, ну, рука бы не поднялась и мозги бы не поднялась у богобоязненных авторов развитого российского средневековья так написать. Так могли написать только в XVIII веке или же в XII веке. Пожалуй, даже и сейчас это несколько чревато было, как бы, немножечко не заработать. Но, слава богу, автор слова «волку» этому суду не подсудим. Однако, в самом деле, странно. Ведь эти представления должны были храниться в устной форме. Они, по-видимому, не записывались. Что, неужели они дошли со времен до крещения? Ну, не очень понятно. Вот пример, как бы, из другой области, но объясняющий, как эти вещи происходят. Нестор и его предшественники явно очень хотели многое узнать о Руси до крещения Владимира. И видно, как у них спотыкаются уже на времени Святослава и Игоря, хотя все еще живы самые старшие современники. И как во времена Рюрика, Конуга, Хельги, Лещева, Олега, совсем уже до лоски доходят. И как то, что глубже, уже не история, а легенда. А именно, откуда взять? Те, кто помнят это вживую, или в маразме, или в глухой несознанке. А не вживую, это запомнили люди, не очень-то привычные запоминать такие вещи. У них другая специальность. Кто-то из них рубится, кто-то из них забирает науки, кто-то из них, в конце концов, молится, но у них другим голова занята. Поэтому доходят самые-самые отголоски, иногда неверные. В связи с этим появляется представление, например, что Святослав у Игоря и Ольги появился после нескольких десятилетий бездетного брака, и что Святослав был в результате настолько молод. Потому что, если прикинуть, то погиб он в 28 лет примерно. А его дети, немедленно после этого начавшие резню, как вполне взрослые люди, ну, не 12 лет, а по крайней мере лет 16-17, ну, скорее всего, это произошли какие-то нестыковки. Вот по тем самым причинам. В дописьменную эпоху неоткуда взять. А языческие представления, скорее всего, не записываются. Потому что, во всяком случае, первые поколения прошли, первые поколения письменности прошли под знаком церковных. Новгородские записи, новгородские, берестяные, вот эти хроники, они постарше. Мы ничего не знаем, почти ничего не знаем, кроме очень отрывочной фразы о Новгороде. Очень немного знают. А вот уже попозже начинаем узнать. Да, но какие другие, какие другие источники есть? Ну, вот, например, Сбручский идол. Языческая огромная статуя. Найдена в реке, явно была специально спрятана, еще в раннее средневековое вопрос только в какой-то. Ну, и это для всех было совершенно не сильнее, то, что Сбручский идол должен был предшествовать крещению Руси, или приходиться на самые-самые первые, ну, не годы, на десятилетия крещения, когда неповсюду христианская вера дошла. А как иначе? Его же в карман не спрячешь. Он высился на много метров, он был известен всей округе, явно. И потом, когда его там тщательно прятали в воду, это надо было много подвод и десятки, если не сотни рабочих рук, чтобы его надежно украть. Это мнение держалось до этого момента, пока они обнаружили место, где он был водружен. Ну, во всяком случае, и возвышенность, и диаметр, и контур, и ямы однозначно попадают под его основания. Точно так же свидетельствуют о язычестве, окрестной находке. Да, между прочим, ломанные предметы христианской эпохи. Какой эпохи? Знаете? А вот примерно то же самое, когда писалось слово. И как это получалось? Страна, ну, пусть не так уж плотно, но давно христианизирована. Как в ней торчит вот этот памятник дореволюционным правителям Ага Многометровича. Почему вокруг него совершаются нет ни оргии, ни кровавые жертвы, но некие действия неуважительные к христианству в 12-м далеке. Ну, снова опять считаем слово Пауку Игоря. Чувствуется. Как автора и, видимо, всю его аудиторию достали их на русский раз. Насколько это уже ему видится как, ну, фактически, как крах модели цивилизации. С высоты нескольких десятилетий сверх того, ну, становится ясно, что он был более прав, чем ему представлялось. Он, между прочим, еще, ну, мы не знаем в каком возрасте он это писал, он мог еще дожить до первых столкновений с монголами. И становится совершенно ясно, что та Русь, которую он описывает, абсолютно не обладала ударостойкостью. Он как бы предвидел некую грядущую катастрофу, апокалипсис, конец вот всего этого мира, который многим правильным историкам видится таким красивым, безмятежным и вообще привлекательным. Вот типа только в монгольскую и послемонгольскую эпоху началась остернизация Руси, а до этого это было замечательное, прогрессивное государство и куча государства. Но у современников мы видим взгляд совершенно другой. Даже на половцев, не в особой облике автор слова полкунгрия. Ну, что поделать, на дураках в полу 8. Если вы как дураки туда вперлись вот так вот, то кто же вам доктор? Вот эти его призывы к единству русской земли, к единству князей и тому подобное, в них звучит горечь, в них звучит безнадежность. И несмотря на то, что он призывает, трудно представить, что он верит в то, что его призывы реально осуществятся. И вы знаете, вот, по-видимому, под этими же настроениями была паства, собиравшаяся работать русского игора. Причем, если учитывать его колоссальные размеры и явно широкую местную известность, то это фактически вся округа. А мало ли таких округов. И даже то, что в конце концов его пришлось убрать, учтем, как бережно, приложив массу сил, его убрали. И его убрали так, чтобы легко было достать снова. То, что не осталось кому возможно, так чего доброго за это приходится благодарить не княжескую власть, не развитие христианских представлений, а, может быть, батыя. То, что других таких мест мы не знаем, ну, это и в самом деле сложно. Каменное извояние таких размеров. Мы знаем в ряде случаев о существовании других деревянных извояний. Даже кое-какие из них находят болото, у них всегда есть болото. А уж деревянная эта вещь сгорит. Итак, очень может быть, что автор ополку Нигалевым опирался не на дохристианское язычество, а на неоязычество. Конечно, подпитывавшееся воспоминаниями и какими-то живыми, сохранившимися традициями памятью о мифологии в Древней Руси, о истории или о том, что казалось историей. Конечно, тогдашнее сознание не отличало мифовость и историю. Но это были явления его времени. Он не был каким-то собирателем этих источников. Он не был, скорее всего, редким прозорливцем, который выделялся на общем фоне. Он выделялся, конечно же, талантом, этого не отнимешь. Но мы достаточно часто знаем ситуацию, когда об эпохе, говорят, какому-то поэтипному представителю. Наше все Пушкин тому порога. Хотя эпоха очень массивная. Эти ратурные сказки, в том числе. Ну вот, и переписчики последующих веков, чувствуя это, знали и, возможно, разделяя, а, возможно, негодуя, но и при этом восхищаясь, переписывали слово полку Игорева, держа тигу в кармане. И друг с другом они вот так вот, читатели и иллюстраторы, условно говоря, тренингались. Ну ты понял, почему это? Понял, почему это? Вот, о княже не говори и епископу не говори. Ну а епископ через некоторое время, когда он сочиняет задонщину, он и сам вспоминает, как в юности он читал слово полку Игореву, может вытребовать из библиотеки имеющийся там вот такой же домик, в середине которого что-то вшито, чего не положено знать другим, и оглядывая, чтобы никто из монахов или домов его за это не застал, Игорева ведет переосмысленные цитаты в более позднее произведение уже эпохи развитого социализма, то есть потом и теодализма. Вот такие вещи. Как будто в таком виде эта теория не выдвигалась. Мне кажется, что она выглядит достаточно непротиворечиво. Во всяком случае, к этой мысли меня натолкнуло воспоминание о том, как у меня хранился солистаторский бумажный доктор Живакова. Вот точно таким же образом вставленный в пересъемку Есенина, еще каких-то вещей, издававшихся уже в советское время, но труднодоступно. А что такое? Ну, пусть теория перепечатка. Вот оно уже в 50-е, 60-е годы выходило. А в глубинку был вставленный. Вот такой вот небольшой уголок. Понятно, что все эти науки хромают, но стремление сохранить ценную и опасную вещь в подборке безопасных или даже не очень рекомендуемых, но разрешенных, как и они генеокрита и генеева, это рукопись. Они, наверное, на все времена. Ну, вот такое. По своим оружеведческим делам я могу назвать, по меньшей мере, один источник, который для некого фехтования является аналогом силового полку Игорева. Это рукопись И-33, инвертарный номер. Она же «Кодекс Вальпурги», она же «Лондонский манускрипт». Рукопись, как теперь становится ясна, ну, на несколько десятилетий позже, чем было написано слово полку Игорева. В принципе, можно допустить, что со старым автором слова, молодой автор этой рукописи встречался. Хотя один из них немец, который пишет на латыни, но допускает проговорки, поэтому не ясно, что его родной язык немецкий. Найдена, опубликована она в Лондоне 20 века. И она показывает высочайший класс фехтования. Очень известные, очень развитые источники фехтовальной кодекса XIV, XV, XVI века не дотягиваются до него в кепке, прыжке и на конюках. Но, присмотревшись, мы узнаем из нее цитату. Вот этот прием спины не ехать туда. Эта цитата, описывающая, откуда он взят, косвенным образом говорит именно об этой его прописи. Но ее не было для читателей в пункте 20 века. Причем она, насколько можно понять, чудом не погибла во время Второй мировой войны, поскольку лондонский аукцион ее просто приобрел. В числе тех рукописей, которые были неизвестно откуда и неизвестно каким образом вынесены, скорее всего, с территории Германии. Знаменитые мастера исторического фехтования, заставшие фехтование для них не бывшее историческим вживую, активно его практиковавшие в XVIII-XIX веке, и пренебрежительно отзывались о фехтовальных кодексах XV века, не подозревая, что в XIII веке было нечто намного превосходящее. То есть, ситуация с вот таким одним источником, который непонятно откуда взят, который идеологически ни в какие ворота не лезет, да, там еще и идеология. Тот, кто показывает приемы, носит прозвище «священник», и у него выберет этот анзор. Среди прочего, ученики у него разного пола и возраста, но среди них есть девушка вольфуке, поэтому кодекс вольфуке. Как это лезет в средневековое представление? Почему священник учит мячевого угою? Почему среди его учеников девушка? Все это понятно никак не более, чем дева обида и стрибожьи внуки в рукописи, писанной кириллицей XII века. Вот такое завершение. Есть ли вопросы о возражении? Вот есть вопросы по материалу. Ссылаетесь на источники по аффектовальному бою, по кодексу аффектования. А ведь в слове Палку Игореве тоже есть описание батальных сцен. Просто вот обычно в литературе такой приводится аргумент, что дата написания не совпадает с теми событиями, которые описываются. Потому что вот, например, когда баталии описываются, есть фраза, как «копьи поют», например. А вот именно в то время, когда происходило само действие, копьи еще не умели бросать. Не было такого броска копья такого, как военного приема. Вот на таких если основываться... Что-то меня... Я этот довод даже не слышал, поскольку он, по всей видимости... Ну, как-то меня, как редактора издателя этого журнала, обычно не доходят графоманы, отсеиваясь на предшествующей стадии. Так, очевидно, и они в филологии, и в оружеведении вот такие термины не доходят. А как это? С улицы существовали и до, и после метания. Называли их копьями довольно часто. Копьё, наоборот, собственно говоря, копья в древнерусской коннице никогда не являлись целиком таранными, как они... Да, в XII веке они в Европе таковыми и не были. Только уже когда рыцарское вооружение стало еще тяжелее, и стало совсем невозможно метать. И то не везти... У тех же испанцев вплоть до появления пистолета в одним и тем же копьё можно то таранить, то вольтежировку с ним исполнять, то метать. Соответственно, и в Древней Руси тоже. И я уж не говорю термин «копья поют», не обязательно он означает именно то, что копьё издает некий звенящий поющий звук в момент броска. Древний автор мог иметь в виду нечто иное, но в конце концов копьё может упруго трогнуть и издать певучий звук и в момент таранного удара даже. То есть, это нет. Более того, скажу, несомненно, знакомство автора слова с реальными боевых действий. Другое дело, может быть, он от этого уже хронологически удалился, но это с ним было. Может быть, он пишет лет через двадцать после того. Хотя, скорее всего, не поручился, что он участвовал именно в этом походе, уж больно мало человек от него осталось. Но он воевавший современник князя Игоря. Старший ли, младший ли, не важно. К тому же князю Игорю тридцать четыре года в момент похода его. Но мы все знаем, что он взял с собой двоих сыновей, которых считал на тот момент взрослым. Возникает вопрос, в каком возрасте все-таки эти сыновья у него появились. Да. Ну, совсем отдельно. Судьба сыновей князя Игоря необычна и страшна. Впоследствии они пришли княжить в Галич. И Галичские бояре их оттуда выгнали, а потом догнали и еще раздали. Взяли в плен то ли всех, то ли двоих младших, привезли в Галич и повесили. Такого с князьями не делали ни до, ни после в Домогольской России. Старший сын, который, мы не знаем, женат на дочери хана Кончаха, он либо был в их числе, либо где-то сгинул во время этого бегства в исследование сражений. В целом случае больше он нигде не упоминается. Ну, князь Игорь бы сильно не обрадовался этим вещам. Да что ему? Это вот как раз довод в пользу ощущения автора слова «Пауков». Этот мир рушится. Вот-вот через считанные годы начнутся такие вещи, которые даже в его время считались невозможными, например, вешать князей. В какой-то степени, в представлении наиболее мыслящих современников, до монгольская Русь допрыгалась. И поэтому вот пришествие монголов воспринималось в какой-то степени как заслуженная божьяка. Из-за того не следует, что не надо ним сопротивляться и не надо с ними воевать, что не надо в конце отвоевывать территории под знаком нового ханства. Но все-таки не совсем такого, как пришло с Востока. Ну и не значит, что не надо создавать новый синтез. Но эти уже материи остаются совершенно за пределами автора слова его, современников и так далее. Вот. Еще? Да я думаю, я просто могу немножко дополнить, как сказать, объединить Ваши выявления силы. Я вот в свое время копался пару европейских сказок, кейтских. Они хранили их не целиком, только сюжеты. Да. А все остальное навешивал текущие рассказчики. Да. Это обеспечивало выживание сказки, ее продвижение, настроение. То есть у той же Золушки там насчитали полторы тысячи вен с разным. Вот. Соответственно, вот те же поющие копии. Все они для показателей? Нет, там и детские тоже варианты. Но вот те же поющие копии, все прочее, это мог вставить следующий рассказчик, знающий сюжет. Не похоже. Это не сказка. Это авторский, это сочиненный текст. Сказки тоже авторские. Нет, рассказчик сказки не осознает своего авторства. Он уверен, что он рассказывает как было. Но поскольку он все-таки не магнитофон, то он досваивает. Здесь нет. Здесь начнем с того, что этот текст, безусловно, был записан. Безусловно, автор его видел вот это и мог сверяться. Перед глазами он его имел. Но, строго говоря, почему бы ему и не использовать фольклорный зачин какой-то. Если бы в этом была нужда. Я совершенно не вижу нужды в объяснении ни о поющих копиях, ни о описании лучной стрельбы, действий клинками и так далее. Единственное, что можно четко сказать, что поведение зверей абсолютно не соответствует ни манерам, ни сезонам. Так, скорее всего, это не имелось в виду. Скорее всего, когда говорят, что там лиса на щит червленый брешет и другое, это не имелось в виду буквально, при каких обстоятельствах лиса брешет. Скорее всего, там животные служат маркерами тех родов, в данном случае половецких. Это тема, на которых они являлись. Ну, вот такие дела. Прошу, пожалуйста. Аплодисменты. Русландор Беридиан. Он кончет. Прошу, чтобы не было ничего.